Всегда быть в движении, познавать, открывать и учиться новому – это жизненный девиз Оли Веретенниковой. Юная жительница Саранска и отличница, и активистка участвуют в городских, республиканских и всероссийских конкурсах и проектах. Достижений за 14 лет немало, но самое главное – еще совсем горячее. 7 декабря в эфире телеканала «Пятница» в рамках известного детского интеллектуального шоу определили самую умную девочку страны. Совершенно заслуженно, ею признана героиня нашего сюжета. О том, что их подруга и одноклассница приняла участие в интеллектуальном телешоу, ребята узнали только накануне эфира. Признались, смотрели выпуск и болели за Олю всей душой. Ни капельки не сомневались, что у нее все получится. Сама девочка поделилась – победа в проекте для нее очень важна. Для меня это очень большая, самая главная победа в моей жизни. Вообще, я с детства люблю читать книги, интересуюсь чем-то новым. Поэтому, когда узнала о кастинге, у меня и всех подумала, что стоит испытать свои силы, потому что была уверена в своих знаниях на 100%. Самые яркие впечатления у меня были, когда произнесли мое имя и сказали, что я победила, и мне вынесли этот кубок, этот атом. На съемке было очень много детей с разных городов, приехавших, я с ними общалась, мы узнали много нового друг о друге, все очень подготовленные, эрудированные, поэтому это были очень достойные соперники. Четыре соревновательных тура, 12 соперников, вопросы на самые разные темы и по самым разным наукам – от биологии, физики до русского языка и литературы. Невероятная энергетика съемочного процесса – общение с легендарной ведущей шоу «Умнее всех». Эти воспоминания и впечатления останутся с Олей на всю жизнь. Тем более, что девочка мечтает стать журналистом и работать в федеральных СМИ. Какой словарь помогает правильно написать слово на уроке русского языка? Афиграфическое. Верно, терминатор произносит свою знаменитую фразу «асталависта, бейби» на смеси английского и этого языка. Да, сколько в русском языке букв, которые не обозначают звуков. Кстати, у Оли уже есть опыт работы на телевидении. В эфире нашего телеканала она была ведущей рубрики в программе «Теледетки». Напоминала юным зрителям о важности соблюдения правил дорожного движения. А еще девочка-блогер в социальных сетях активно рассказывает своим подписчикам много интересного. Главная опора и поддержка Оли, конечно же, семья. Самые любимые и близкие всегда рядом, а значит, все точно получится. Я очень хочу, чтобы наша победа в этом интеллектуальном шоу, наверное, в первую очередь породила в сердцах детей желание развиваться интеллектуально, читать книги. Потому что я считаю, что наш главный успех – это то, что ребенок очень любит читать, она развивается. Мы много путешествуем по России. У нас есть такой элемент, как насмотренность. Мы максимально пользуемся экскурсиями для того, чтобы у ребенка было соприкосновение с историей, с географией. И очень хочется, чтобы дети нашего региона чаще принимали участие в таких важных, интересных и нужных телепередачах. Учителя Оли уверены, добиться победы девочке помогли ее эрудированность, а еще организованность и собранность. Ведь она не растерялась, смогла сконцентрироваться и найти ответы даже на самые сложные вопросы. Педагоги своей ученицей очень гордятся. Очень добрая, увлекательная, целеустремленная, трудолюбивая девочка, очень активная. Хотелось бы ей пожелать новых творческих успехов, новых побед. Не останавливаться над достигнутым, покорять новые вершины. А новые достижения на самом деле не за горами. Впереди участие в олимпиадах и конкурсах. И это Олю только вдохновляет и радует. Юлия Исайкина, Дмитрий Малахов. Народные новости.